Любовь и Голуби В памяти Анатолия Крупнова, прекрасного музыканта, лидера группы «Чёрный обелиск» И гости Александр Юрасов, бывший директор группы, и Сергей Воронов, музыкант Всем скажите здрасте, пожалуйста Здравствуйте все Доброе... Что сейчас утро у нас? Утро Конечно, да, это у вас утро, а у нас-то день вовсю День? Нет, у меня ещё вчерашний день, потому что я не ложился Да? Да А что такое? А мы делали ролик, вот сейчас мы его выкладываем в сеть И в интернете можно будет в группе посмотреть, в фейсбук Скажи, как называется, чтобы... Год Крупнова Вот, нужно набрать Год Крупнова группу И в этой группе как раз видеоклип на песню «Я остаюсь» Скажу, вот даже такой не видеоклип, а скорее такой, может, флешмоб такой определенный Вот Серёжа Воронов в нём принимал участие активное А ты сказал, что у вас там 90 друзей Крупнова снились? Да, именно так А в том клипе, который был при жизни Крупнова снят, там тоже снимались друзья в большом количестве? Да, ну конечно, а как? То есть, как-то перекличка Весело проводить время, это же замечательно Ну конечно, да Вот, и у нас там придумана очень простая история И все в неё с удовольствием сыграли и получили, мне кажется, удовольствие Ну, смотрите на Ютьюбе, да, ребята Ну да Серёжа, скажи, пожалуйста, как ты познакомился с Крупновым? Это когда было? Это было очень давно Мы с ним познакомились, я думаю, в конце 80-х Но подружились в 94-м, 5-м А что это вы так долго не дружились? А ты знаешь, ну можно сказать, что все тусовались вместе, да, в конце 80-х годов Так или иначе пересекались Но это было шапочное законство Ничто не связывало, да, на человеческом уровне Когда я пришёл, когда Гарик меня позвал Гарик — это Сукачёв, который Да, делать группу «Неприкасаемые» А, это было ещё до «Неприкасаемых» Гарик до «Неприкасаемых» Ну, пришла идея «Неприкасаемых», да? Да Калининград, да? Да Да Мы поехали в Калининград, я поехал один В то смысле, что не с группой своей, а один Сыграть песни какие-то Мы играли в костёле католическом в Калининграде Забыл, как он называется Это вот в 80-е ещё Это был 80-е, нет Нет Это был 93-й, 4-й Да Да, это уже не было «Бригадайс» Не было «Бригадайс» И там я познакомился с Толиком, собственно Я прилетел, пришёл на саундчек туда-сюда И на сцену, мы сели Был сидячий концерт, мы, значит, сидим Я, Ёшка, спереди В костюле В каком костюме? В костюме? В костюме! В костюме! Вы можете в костюме, эти в костюме, это логично В спортивном костюме В подряснике сижу А сзади Толян Ну, ещё пока Толя Мы, как бы, очень Мы когда познакомились вот так, уже близко в гримерке Уже ощущение было, что мы знакомы сто лет Это вот мы глазами, да, сразу поняли И дальше было следующее Мы играем, значит, какую-то песню А там ещё был гитарист Лёша Не помню сейчас Он в Браво играл тогда Или в Квартале Ну, неважно Это очень много событий было в жизни, да? Не-не-не-не В деталях не зависает И то, и мы так, знаете, сзади так, раз так, в спину А в это время там партия какая-то идёт Одной рукой она играет, а другой мне стакан протягивает На борт Я, естественно, недолго думал, выпиваю И вот там в течение концерта мы с ним, значит, там, вот Мы с ним обмывали нашу дружбу новую И после концерта я говорю Рушану Аюпу, клавишник Я говорю, ничего себе, Толян А у него, я потом обратил внимание, у него под столом стоит 0,7 Я говорю, нормально, Толян выпил бутылку водки за концерт Рушан такой С тобой выпил, кстати Рушан такой Бутылка, это вторая Я говорю, нормально Есть человек, который, с которым... Ты понял, друг Да, настоящий Потому что я тоже много мог позвать себе У меня была повышенная резистентность Резистентность? Не, на самом деле всё гораздо глубже Потому что это первое знакомство Оно было таким ярким А потом оно уже вылилось в такое Очень хорошее человеческое отношение Помимо музыкальных Потому что Столи было играть одно удовольствие Он на сцене не стоял Его, собственно, даже можно было не видеть на сцене Потому что он мог быть сзади, сбоку, справа, на колонке Там, не знаю, в зале Он был дико энергетическим человеком Помимо того, что он был чудесным Очень душевным Глубоким и объёмным человеком Саша, а ты как познакомился, расскажи Ну, у меня было всё прозаично Я был фанатом группы Чернобелевского в 86-м году Я ходил, я попал на концерт И подумал, вот это здорово А где концерты были в тот момент? Ну, тогда рок-лаборатория проводила концерты И по комсомольской линии распространялись билеты И мама мне взяла билеты Вот, и я пошёл на этот концерт И увидел, конечно, для себя что-то новое Вот, а потом уже так случилось Что я ушёл в армию После армии Там очень много всего было неинтересного Вот, и было потом очень интересно Потому что я с Толей познакомился Уже, когда он играл в группе «Шах» Я пришёл на концерт Тоже, только вернулся из армии Тогда были модные такие сборные солянки Когда одновременно и группа «Тодос» могла выступать И там «Лотос» И там одновременно вдруг группа «Шах» Вот, и вот в такую вот сборную солянку я пришёл И группа «Шах» не было Вот, и я на служенном входе увидел Толика Он говорит, а чего ты грустный? Я говорю, ну вот так вот так пришёл тебя послушать Он говорит, а чего, пойдём послушаешь ещё раз Сейчас ещё один концерт Тогда по три концерта в день такие были Вот, и я вот с тех пор как-то Я ни у кого не брал никакого автографа, а тут взял И, в общем, как-то так раз-раз-раз И всё, оно вот превратилось в жизнь Ну, надо сказать, мы вспоминаем Анатолия Крупнова сегодня У нас в гостях Сергей Воронов Да, Сергей? Это ты? Это ты? Подай голос Да, да, да И Александр Юрасов, бывший директор группы «Чёрный обелиск» И мы, значит, вспоминаем Я хотела бы, на самом деле, услышать какую-нибудь песню У нас есть же? Там ребята принесли, да? Хотелось как-то послушать чего-нибудь, нет? Хотелось бы, конечно, послушать Это с постальбома как раз, Толика Что? С постальбома Толика То есть постальбом это то, что уже после его контейнера Получилось так, что он, скажем так, много написал песен, которые он ещё не смог исполнить Вот это даже... Тут голос черновой То есть это был такой черновичок, из которого мы, в общем-то, сделали в итоге финал Да, Светлана Юрьевна? У нас есть? Нет, Светлана Юрьевна Ладно, пока ещё, скажите, пожалуйста Вот так Спасибо 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 Ну, мало кто успел в таком возрасте столько всего успеть Потому что он действительно и поиграл и на сцене театра, и снялся в кино И, в общем-то, он попытался... На сцене театра вот это вот поподробнее, мне интересно Ну, Рубена Симонова, Андрей Зуев поставил такой... это контрабасмены спектакль И вот Толя... Чувство своей... да, Позевкину И Толик как раз являлся музыкальным сопровождением и, скажем так, альтер-эго Демченко, который играл главную роль И спектакль был, на мой взгляд, очень успешен По крайней мере, я ни разу не видел пустого зала А тогда ещё контрабас Райкина не вышел Это было так... Да, ещё не было этого Вот, и вообще Толя был такой очень объёмный человек, интересующийся всем Он одновременно ездил в Питер и помогал там с аранжировками Был в неприкасаемых И, скажем так, свою группу тянул В общем, мне кажется, что если бы не трагическая случайность То, наверное, бы он сейчас был один из лучших, я так думаю Потому что у нас не было на сцене, наверное, вот такого вот и нету Такого вот, наверное, вот если в моём воображении такой вот есть архетип какой-то, да, рок-героя То, наверное, это Толик Ну да, слушай, у него же какие-то были просто толпы фанатов таких рьяных Да, невероятно просто популярно Слушай, а вот расскажите оба, два музыканта, так или иначе деятеля времени Вот это же такое интересное время с 80-х по 90-е, да, когда вдруг СССР развалилось И вот все эти группы, которые выступали, черти как, в подвалах, там, да, они Вдруг стали зарабатывать Да, они стали везде, да, вот что тогда было интересненькое Говорю, как тут о хранах, прям парт-деятеля какого-нибудь Дать веселее Да, на самом деле, жизнь Толя это улыбка, в первую очередь Поэтому мне его не хватает Потому что люди смурные Даже друзья, которые на сцене Многие из них на сцене отрываются А так в жизни очень скучно А Толя был нескучный человек Он, ну как сказать, что для меня нескучный человек Это человек, который Который живет своей жизнью Да, поэтому у меня такие люди близки Которые не придумывают для себя что-то То есть он не придумал себе образ Знаешь, какой креативный человек, какой хороший актер Он такие образы придумывает на сцене Потом с ним так Ну да, приходит домой А Толя ярко Треники с пузырями Треники нынче модно, да? Правда, Арина? Ну конечно Я имею в виду, что он Он не играл роль То есть он играл массу ролей Но это все был он То есть вот такой масштаб личности Поэтому его сильно не хватает Его доброты, спокойствия Несмотря на энергетику Он был очень спокойный человек Очень мудрый, разумный В общем, я не знаю Я не могу про него ничего плохого сказать Ну там кинул, не позвонил, обещал Ну какие-то мелочи Я лично отношусь тем людям, которые забивают А все это вышеупомянутое Поэтому я бы все равно не вспомнил Если что-то было Но вот большая дыра Знаешь, а вот ты говоришь не говорить плохого Я смотрела передачу в память об одном тусовщике Ну сейчас видите, это главы, неважно Там был Петлюра, один из людей, который вспоминали Вы понимаете, о ком я говорю, да? О ком я говорю Петлик? Нет, не Петлюрик, хорошо, о ком была речь И вот этот человек, он тоже умер И Петлюра, он вот так вот нарастающий Он говорит все время какие-то истории Где там тот, не знаю, напился и что-то сжег И там еще какие-то вот такие не очень порядочные вещи И ты под конец так уже немножко думаешь Что-то как-то непонятно, какие у них были отношения А потом он завершает, говорит Вот он мне сказал, когда умирал, говорит Не надо только, вот это он был хорошим человеком Он был таким интересным и талантливым Говорите обо мне всякую гадость А, это про Гаррика речь, да? Да, да, да Давайте что-нибудь Кто-нибудь живое, настоящее Вот мы, например, знаете, был тогда слух, да? Что Крупнов умер от наркотиков Мне кажется, вот, собственно говоря, все таки считают Давайте его развеем, это же неправда Ну, я приехал с телевидения Когда мне позвонил Андрей Пастернак И вот я могу сказать так Что если бы Толика на тот момент Получилось вот как в фильме «Белорусский вокзал» Выпить, наверное, 50 грамм Наверное, это бы его спасло Поскольку как раз мы со всех сторон его окружили таким вниманием Там и распитки писал, и все остальное И, в общем-то, у нас были огромные и большие планы Вот эти, наверное, 50 грамм не хватило ему, чтобы сердце его работало И просто это давление, на самом деле Это было не какое-то пьянство, не наркотики Это просто абсолютно... Не, ну было взрослые Нет, было пьянство, были наркотики И Толик вел по программу на М-радио против наркотиков Хочелок, который прошел, он никогда не был ханжи То есть он не мог рассказывать про наркотики, если бы он их не употреблял Он как раз-то во всем был человек, который, ну, наверное, стремился постичь правду во всем Вот, и, конечно, у него и это было, и это было очень жестко Могу сказать так, что он, ну, один раз я видел столько, наверное, дырочек в человеке я не видел Как дырочек? Как дырочек, вот Ну, следов от уколов Дырочек, да, да Ой, господи, да вы опять... Участ какой Опять мы все еще Мне кажется, что при всем при этом он не ставил целью именно покайфовать Ну, было интересно просто Ему было и самопознание Вот что было главное, наверное, его Он интерес... ему было интересно, потому что вот эти состояния Как, опять же, следствие там, он там Берроуза там почитал Еще всякие там интересные книжки Договорились, что Берроуза запретят Вот, и еще каких-то моментов Хотя он, наверное, уже запрещен Наверное Говорит, да Вот В общем, он стягивал эксперименты над собой Но и во всем И ему, мне кажется, очень не хватало Потому что он очень рано пережил вот такую вот гигантскую популярность Когда он собирал огромные стадионы А сколько ему было, когда он ее стал переживать? Ну, ведь же, в 86-м году группа уже ездила со своим аппаратом А никого не было аппарата Да кто такой аппарат? Ну, это звуковая вся оборудование Это пульт? То есть это все... Нет, это огромный портал То есть это грузилось на поезд Ну, как вот ездит сейчас Ютуб Вот так ездил обелиск по гастролю по стране С ними там ездил череп, которого там лазеры светили И все такое прочее Это была команда техников То есть это все было очень серьезно В 88-м году это была МК «Звуковая дорожка» лауреаты А все знают, что такое МК в 86-м году Это просто... А кто там еще был-то? Нет, первое место было Там было попсы Там было много попсы Да, и очень мало вот таких групп тяжелых и живых И когда это случилось, это, конечно, был пик популярности, наверное, Толика И это были гигантские стадионы Вот, я думаю, что потом уже... Потом был тур с шахом по Германии Причем это было там 5 в Керанге Там хорошие очень очки Вот, и когда... А Толик же сломал руку Это же очень интересно Когда он приехал записывать этот альбом Злосчастный с шахом Он в Москве сломал руку Это об этом мы поговорим после новостей, да? В середине часа Любовь и голуби С вами Мария Голубкина Я, Арина Холина Светлана... С Прусенкова Да, и у нас сегодня Час посвящен памяти Анатолия Крупнова Прекрасного музыканта Лидера группы «Черный обелиск» И наши гости Его бывший продюсер Александр Юрасов И Сергей Воронов Лидер группы «Кварстроу» Правильно? Да Абсолютно Все правильно Так, ты, Саша, ты не закончил историю О сломанной руке А, ну так кратко Это так звучит Толик приехал в Германию записываться С группой «Шах» И на удивление всех приехал со сломанной рукой И вот он Конечно, к несчастью продюсера Он думал, что все пропало Но Толик надпилил гипс И сыграл просто бешеные партии Через боль, через «Не могу» Выпивая, наверное, что-то там с собой делая Но он все это сыграл Вот Его это было не остановить Вообще его остановить было сложно Если ему что-то хотелось Вот И Могло захотеться в любой момент И в этом были, конечно, определенные сложности Главное, что ему хотелось, он делал Да, он мог вот так взять Многим хочется, а они все же так проживают И уехать, забыв про то, что там гастроли какие-то заряженные И уехать там куда-нибудь Через месяц ты понимал, что он оказывается в Алуште В Майовском лагере И он там ходит в трусах И дружит с пионерками Не знаю, в общем С студентками, я хотел сказать Так, на секунду я тебя прерру У нас такой рваный ритм Потому что у нас на телефоне сын Да? Анатолий Владимир Крупнов Владимир, здравствуйте Алло Здравствуйте, добрый день Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Здравствуйте, Володя Сережа, ну ты тоже поздоровайся Мы вообще слышим Привет Привет, привет Поздравляю тебя с днем рождения Отца Да, вас тоже Спасибо Владимир, вот мы знаем, что будет концерт В память Анатолия Крупнова Могли бы рассказать об этом? Алло Алло Что у нас со связью? Просто издалека надо сказать, наверное, зрителям Что у нас звонок из Рима аж Да, у нас звонок из Рима Да, и Знаешь, Рим уже давно доступен Вообще-то мы уже в 2015 году Да, 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 кстати Так, на минутку, если бы это забыл Это не древний Рим Мы слышимся? Нет, я сейчас перезвоню Нет, мы перезвоним Пропался Но про концерт могу я пока немножко сказать Мы задумали вот этот год как год Толика И мы вспоминаем в этом году Толика И Анатолий оставил после себя довольно много песен Все друзья Как-то мы все собрались и решили все эти песни немножко спеть И в ноябре будет концерт Немножко спеть Да Галеркой форме По-своему Вот, и я думаю, что просто Притом обилие материала, который написал Анатолий Стилистические рамки вот этого обелисков Они накладывали определенный отпечаток И я думаю, что несколько по другим углам можно взглянуть на этот материал И он может быть... Толик всегда хотел быть созвучен эпохи Он всегда был созвучен эпохи Я думаю, что мы сейчас как раз сделаем что-то, что ему будет приятно Приятно ощутить, что мы... Вернемся сейчас к Владимиру Наконец связь с Римом как-то образовалась Владимир, добрый день, утро Да, это Италия, вы уж извините, это не моя вина Ага, ну действительно Расскажите нам, пожалуйста, что-нибудь об этом концерте Про концерт нам рассказали Расскажите, может быть, тогда лучше какие-то ваши воспоминания об отце? Ну, любое Да, с удовольствием, спасибо Но, наверное, это очевидно, что был совсем маленький, да, когда отца не стало Поэтому воспоминания прям... А сколько вам было, простите? Девять Девять лет Ну это не совсем маленький То есть такой возраст еще не совсем сознательный Но, тем не менее, знаете, как я вам скажу Остались в голове какие-то флешбеки Которые периодически даже Возникают, вспоминаешь их И какие-то даже из них выводы делаешь Вот, ну есть Да, есть типы истории Даже какие-то более такие, скажем, широкие, нежели чем флешбеки Вот Помню Ну, знаете, может быть, фильм Научных рецепилотов, который снимался в середине 90-х С участием его папы В главной роли он там был И я помню, что мы Что отец меня взял с собой на съемки Как раз Мы приехали туда внутрь И, ну, судя по виду отца Он был Не первой свежестью Вот И обратившись к кому-то из своих коллег Он сказал Есть что выпить? Спросил Ну я так Наивный Маленький, там, 7-летний, 8-летний марш Протягиваем банку кока-колы Он говорит С улыбкой Боб Не попить Выпить То есть Я, как бы, наивно полагал Что именно об этом Расшел Богатый русский язык Да Да Вот Потом Не знаю У нас Вот с солянкой много чего связано Мы жили в нормальной квартире Там И Постоянно куча гостей было То есть Всегда дом был полон Мне это, конечно, не нравилось Мне хотелось более интимности С моими родителями А К сожалению Скажем так Экстравертность моего отца Она не позволяла Этой интимности Семей, скажем так Но Свои плюсы тоже были Я помню, что Эдик Радников есть Папин тоже старый друг Он все время к нам приезжал на мотоцикле Они с папой катались Постоянно и так далее И Я Брал У меня была такая небольшая машинка Маленькая Как подумаешь Когда-то детская Я брал Одевал шлем Отца своего Ездил по этим длиннющим Коридорам Этой Комнатной квартиры И Представлялся байкером Такими, как Радников Мой папа Вот Какие-то такие моменты Которые, знаете Переносят Прошлое Приятно Конечно Хотелось бы, чтобы этих моментов было больше Чтобы воспоминаний было больше Но То, что есть Тоже приятно Радует Надо сказать Спасибо вам большое Владимир Спасибо Мы Заканчиваем Спасибо вам Спасибо Счастливо Да, из Москвы Нам пишет На смс-портал 55-33 Чайное сообщение Со словом Маяк Обалдеть Сто лет не слышал Крупного Что происходит Кто у вас в гостях Пишет Дэн И Я напоминаю У нас в гостях Александр Юрасов Бывший директор группы Черный обелиск И Сергей Воронов В общем-то музыкант В общем-то Чем это в общем-то Музыкант В общем 25-го мая Кстати У Сергея Где у тебя будут концерты Я забыла Нет 21-го мая 25 лет Группе Кроссроудс В известиях Да Будет здорово Мы все туда идем Слушайте Вот мы почти всю передачу Говорим о пьянстве Что прекрасно С моей точки зрения Но нам пишут Из Санкт-Петербурга Скажите пожалуйста Почему Ну наверное Он по другому поводу Почему рок-среда Очень часто сопряжена С вредным образом жизни Алкоголь, табак Наркотики Женщина Женщина блин Вредный образ жизни Ну ребята Ну как Так можно Ты понимаешь Вредный Вредный Ты сидишь Я там со мной Бойся Нет Ты понимаешь Я понимаю Что это вопрос Довольно типичный Конечно Поэтому я его и прочитала Между прочим А на западе Еще есть создание образа Темных сил Группа Киз Блэк Саббат Мерлин Мэнсон И так далее Спасибо Темных сил Ну-ка давайте Отчитывайтесь Давайте начнем с женщин Давайте Вредные Привычки Все туда Мне кажется Из-за этого идут Ты понимаешь Да Вот Безарки Роли Мне кажется Все идут Из-за этого Что связь с женщинами Это вредная привычка А на самом деле Надо этот стереотип Разрушать давно Собственно Толя был один из тех Кто его разрушал Мне кажется Как раз Серьезно Он всю пользу От общения с женщиной Вот он воплощал Понимаешь Он показывал собой Что это очень полезно Я имею ввиду Не Полезно Не полезно Но по крайней мере Прекрасно Мне кажется Прекрасно Во-первых У нас с Толей объединяло Внутренне Почему мы общались Мы с ним общались Очень странно Да Я вообще Со всеми друзьями Общаюсь довольно странно Это не значит Что мы каждый день Перезваниваемся Мы можем там Пять лет не видеться Ощущение присутствия человека И когда ты понял Что он так же видит мир Как ты Для меня этого уже достаточно С Толей была такая история Как раз Потому что Толя Он через любовь воспринимал мир Он Что Да Он любил Он умел любить А людей Которые умеют любить Не так много На самом деле Как показывать жизненный опыт Не к несчастью То есть Многие люди говорят Слово любовь Но они даже не знают Что это такое Но это отдельная история И он Через любовь шел И к женщине И к музыке И к Поэзии И к Актерскому делу Он через себя пропускал Через свое сердце Если бы он этого не любил Он бы этого не делал Он не занимался там Я не знаю Он не ходил А может и ходил В шахматы клубы Я не знаю Он не писал По геологии Какие-то Не знаю Вещи Просто Это было не его Вот то что было его А он был талантливый человек Очень талантливый человек Он все Старался воплотить в жизнь Несмотря на то Что он много пивал Там одно время Что он какое-то время Был на наркотиках И так далее То есть это Мне вещи понятны Особенно с алкоголем Что связано То что человек Иногда не может найти Понимание И сочувствие Полного Даже среди друзей Близких людей И он с тобой разобраться Не может Я вернулся на минутку Давайте Давайте Приверемся Любовь и голови Да У нас В гостях Александр Юрасов Бывший директор Глубчерной обелиски Сергей Ворнов Музыкант И человек И мы говорим Анатолий Крупнов И ты говорил Сереж Что-то ты прям такое Сказал пронзительное Не побоюсь этого слова Ну по-видимому Я мысль успел закончить Хотя не может быть С точки зрения Пунктуации русского языка Не совсем А вообще Я все что хотел сказал Конечно я могу И много сейчас Палде мы немножко Обсудили Вот отношения людей Которые У нас был вопрос Почему Рокенрол Это пьянство И разврат И наркотики Ну а почему Почему Ну вот что А как А как пережить жизнь Это таланчивый человек Вот честно Понимаешь в чем дело Арина Дело в том что Пьянство и разврат Существует и И без рокенролла Без рокенролла Мало того Поэтому хотя бы Эти люди отдают себя Людям на сцене Они сгорают ярко Они проживают жизнь А те люди Которые задают вопросы Они вряд ли проживают жизнь Они не знаю что Хотя это тоже жизнь Что-то и дело Люди делают Определенные люди Делают все по максималке То есть если на сцене Вы хотите его видеть ярким Он в жизни точно такой яркий И если он пьет То он пьет максимально Если он еще что-то делает Максимально Он все на максимум Да невозможно А вот смотрите Что нам написал Дэн Который очень радовался Что у нас эфир Об Анатолии Крупнове И из Рязанской области Пишет Толян Спасибо за эфир о Крупнове А Дэн пишет Анатолий после самого донышка Это его слова Вел здоровый образ жизни И даже передачу Новая жизнь на радио Так что эти атрибуты Имеется ввиду Вот то что мы обсуждали Пьянство и все остальное Надо просто пережить Если есть мозг А у Крупнова он был Правда здоровья уже не было Жаль еще столько мог сказать Ну правда Потому что он действительно Вел программу на радио И новая жизнь она называлась И этот эфир был как раз Он делился опытом Как оставить эти пагубные привычки Он боролся именно в этом эфире Не только с этой привычкой С собой боролся То есть это был такой Рубикон Он и пошел вести эту программу Чтобы лишний раз Всей стороне сказать Что вот он больше этого не будет делать И не хочет этого делать Вот Но тем не менее Это не значит Что эта программа была такая Она была честная Вот честность Это самое главное Наверное Качество Анатолия И Дэн очень правильно все написал Да И кстати знаете У Гая Ричи В фильме рок-н-ролла Есть Тут не важно же Жанр Какой черный апеллиск работает Есть такая фраза Что люди Одни хотят влазь Другие хотят деньги Третьи хотят женщин А рок-н-ролльщик хочет все Вот я хотел бы сейчас сказать Интересная мысль Что Толик был шире Чем просто обелиск Толик был гораздо Он был такой жадный До жизни До всего Что давала жизнь Вот Именно поэтому Говорить что Толик И черный обелиск Да нет же Толик ему был интересный И там, и там, и там И он абсолютно Человек-эксперимент Он стал над собой эксперимент И часто очень негуманный По отношению к себе Вот, но страдал в первую очередь Он от этих экспериментов А больше никто На самом деле мне Алина Крупнова Которых, к сожалению, нет с нами Она сейчас по делам в Америке Это вдова И бывшая жена Анатолия Она сказала, что вот как раз Когда он бросил Всякие свои привычки Да Он очень много занимался спортом И он так увлекся этим уже Да Он так надрывался Что это тоже, в общем, его определенным образом Показило Да он сразу 20 песен написал Он просто сел И за короткий период времени Вот когда он перестал ходить И, скажем так, распыляться Давайте послушаем как раз Напомню, когда концерт будет Эта песня Я остаюсь Значит, именно на нее ролик И клип Снят сейчас В сети интернет В группе В группе я остаюсь На фейсбуке Вконтакте Вот Спасибо, ребят Слушаем песню Спасибо У нас в гостях были Александр Юрасов Высший директор группы Черный обелиск Сергей Воронов Музыкант Сергей Воронов И Анатолий Крупнов Да, мы вспоминали Анатолия Крупнова Прекраснейшего музыканта Такое удовольствие Сейчас получил от Петен Ребят, спасибо вам большое Спасибо вам Я надеюсь, что мы с Петей все упомянули И спасибо Толе Спасибо ему, да